Hola amigos! Уже не первый раз я вижу единичные замечания о том, что мол недостаточно глубоко описываю принципы Entity. Но кто-то не в курсе или начинает придираться, я им напомню. Project S проект для новичков, для которых дается лишь вводная информация по использованию инструментария. Более точную информацию вы всегда можете найти на сайте ValveWiki или различных формах. Я приму во внимание ваше замечание. А теперь начинаем урок. Часть третья. Фанкволл и Фанклот. Фанкволл пришел к нам из первой Hell's Life. Его можно считать отцом Фанк Дитейл. Он также не разрезает листья на карте. Но в отличии от Дитейла, у него есть переменные. Ему можно дать имя, чтобы через Outputs Brush мог удаляться с карты. Он может мигать, если это требуется. Может иметь прозрачность. Его можно окрасить в любой цвет. А также можно отключить на нем отображение динамических теней. Кстати о тени. Фанкволл не отбрасывает теней, вне зависимости, чтобы выставили в переменной Disable Shadows. Вот так. Так когда же нужно использовать Фанкволл? Чаще всего это альтернатива Фанк Дитейл, если у вас заканчивается лимит на их использование. Ситуация, где вам нужен временный браш, который затем должен удаляться со сцены. Для неразбиваемых стекол, чтобы они не нарезали лишние листья. Но чем же Фанкволл хуже Дитейл? А с тем, что вместе с дополнительными возможностями он ест и дополнительные ресурсы оперативной памяти движка. Чем больше у Entity переменных свойств, Inputs и Outputs, тем больше идет нагрузка на саму карту. Именно в этом Фанкволл Дитейл идет впереди. И напоследок. В списке Entity вы можете найти похожую на Фанкволл, Фанкволл Тюгл. Чем разница между ними? А в том, что Тюгл можно прятать и задово отображать на карте через Outputs. Ну, пожалуй, и все. Фанк Лод. Браши, обращенные в эту Entity, могут исчезать на расстоянии. Они, так же как и Дитейлы, не разрезают листья. Смотрим свойства. Имя, чтобы можно было удалять браш через Outputs. Дисапир Дистанц. Расстояние, на котором браш будет полностью невидим. Но, 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 по умолчанию в консоли есть переменная LoTransitionDist, отвечающая за исчезновение всех лог-моделей и браши на карте. И там уже стоит цифра 800. А значит, Дисапир Дистанц будет лишь суммировать общее расстояние. То есть, если ставить 0, то модель начнет исчезать из расстояния от 0 до 800. А если поставить 200, то браш начнет становиться прозрачным с 200 до 1000. Вы поняли? Ну и последняя переменная Solid. Имейте модель столкновения. Вот и все. Ставим лайк, подписываемся, помогаем донатам и ждем новых уроков. Анте здоровье!